Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу, как делать правильный стрим на YouTube с вашей игровой консолью PlayStation. Вообще, существует два решения. Первое, купить внешнюю карту видеозахвата, которая подключается к компьютеру. Это самый дорогой способ, потому что нужно купить карту. Нужно, во-первых, не просто карту, а максимально качественную, чтобы она выдавала максимальное разрешение и максимальное количество кадров в секунду. Второй вариант, это стримить напрямую с PlayStation. Да, есть такой вариант. Вы можете сюда привязать свой аккаунт к YouTube каналу и стримить напрямую. Но мы тогда лишаемся, собственно, всей прелести живого общения и, собственно, использования нашей любимой программы OBS, которая позволяет наложить на изображение, которое мы получаем с плойки, изображение ваше с любой камеры, с веб-камеры, либо даже тот же голосовой стрим. Ну, я сегодня вам покажу, как сделать все очень просто, без всяких дополнительных затрат. Все это реализуется с помощью самой консоли и, собственно, программы OBS, которая установлена, вот я буду сегодня показывать, на примере Windows 10. Что нам в первую очередь нужно? Нам нужна программа, которая называется на русском языке «Дистанционное воспроизведение PS». На английском она звучит как «Remote Play». Она скачивается официально с сайта Sony. Я дам вам вот под этим видео будет ссылочка, откуда ее скачать. Мы ее скачиваем на Windows 10. Она бесплатная, никаких проблем. После этого мы идем в настройки PlayStation, да, в свой аккаунт. Мы заходим в систему. Сейчас я покажу пониже. Значит, выбираем «Система» и здесь «Дистанционная игра». Мы разрешаем дистанционную игру, то есть по умолчанию у нас стоит выключено. Мы ее делаем, включая, и привязываем устройство. После этого мы запускаем эту программу и заходим в первую очередь в свой аккаунт. То есть тот аккаунт, который у нас используется для входа в саму консоль. То есть мы вошли и вошли в аккаунт. Теперь мы, собственно, подвязываем нашу плоечку. Сейчас происходит процесс, когда они хотят, ну, они между собой, так скажем, пытаются связаться. Но, не знаю, у меня почему-то так не получается связаться напрямую. То есть через примерно минутку выскочит окно, вот здесь выскочит окно, которое нужно будет ввести вот эти цифры. Я не знаю почему, если у вас, вы так уже пробовали и у вас получилось связать. Напишите, может быть, только у меня какие-то проблемы. Хотя плойка и компьютеры находятся сейчас в одной интернет-сети у меня в локальной дома. Ну, в общем, странно, почему они сразу вот так у меня ни разу не подхватились автоматически. Все равно будет требовать сейчас, Windows будет требовать вот этот набор цифр. Вот, как я и говорил, видите, то есть автоматически ничего не связалось. Я не знаю почему, должно оно так или нет, я не знаю. Давайте введем эти цифры сюда. И нажимаем кнопку привязать. Все, фактически сразу устройство привязано. Видите, да? То есть оно подключилось. Без проблем. Windows подключился к нашей консоли. Но вот тут возникает у нас нюанс. То есть мы можем, в принципе, это окно раскрыть на весь экран. Но возникает нюанс. После того, как мы подключили, получается, вот эту нашу консоль к компьютеру, к Windows, мы не можем пользоваться теперь джойстиком. То есть джойстик у нас фактически отключился. То есть все управление передано на управление компьютером. Если мы подключим джойстик к Windows, то можем играть вот, собственно, в эти игры. Вот сейчас я выйду. Видите? То есть тут фактически отслеживается. Мы можем с помощью джойстика играть в игры на компьютере. Но это не так интересно. Значит, что мы теперь делаем? Мы, во-первых, отключаемся на Windows от нашей приставки. Для того, чтобы полноценно работала Windows и приставка со своим джойстиком, с DualSense, мы должны создать второй аккаунт. Фактически просто... То есть мы используем второй аккаунт. Здесь мы оставляем, как есть. Видите, у меня здесь два аккаунта. Я уже второй создал. Вот у меня создано два аккаунта. Теперь нам нужно данные вот этого аккаунта, то есть со своим логином, паролем, создать новый, если у вас не создан. Вы знаете эти данные. Мы опять открываем вот эту систему. И в настройках... В настройках программы PS Remote Play. Сейчас я попробую немножко сфокусироваться. Вот так вот. Вот, мы отсюда выходим из вашего основного аккаунта и вводим данные того аккаунта, говорится, второго. При этом мы остаемся вот здесь, в своем основном. Подтвердить, продолжить. И подключаемся опять-таки к нашей системе. Поэтому, вот, видите, то есть мы опять-таки подключились. Но оно меня просто быстро сразу схватило, потому что я уже прошел эту процедуру с кодом. Но, в принципе, если попросить, то нужно точно так же подождать и ввести этот код. То есть у нас фактически остался здесь вот этот экран. Сейчас я попробую его на весь. Который дублирует, собственно, основной экран вашей консоли. Но при этом вы можете пользоваться абсолютно... То есть здесь как зеркало идет. То есть здесь вы абсолютно можете пользоваться всеми фичами и абсолютно работает джойстик. Теперь, собственно, что мы делаем? Мы настраиваем... То есть у нас есть уже захват экрана на компьютере. Теперь нам остается совсем простое действие. Это запустить OBS Studio. Сейчас попробую как-то так, чтобы было удобней. Вот так вот, наверное, да, лучше камере. То есть мы запускаем OBS Studio. Вот, кстати, видно уже вот здесь вот. Видите, да, на экране уже видно мое изображение, потому что захватило устройство захвата. И теперь мы здесь создаем новый источник, добавляем. То есть источник этот виден. Мы добавляем источник захват окна. И выбираем, то есть здесь уже подбросилось, видите, Remote Play. Все, теперь у нас захват курсора можно убрать, в принципе, он не нужен. И его перетаскиваем, ну, то есть поверх этого, чтобы у нас была картинка себя любимого. Где она там есть? Сейчас я его вот поверну вот так вот. Все, да, вот у нас уже есть эта картинка. Ну, стандартные фишки OBS я рассказывать не буду. Наверное, это как бы уже мовидон. Все знают, тем, кто занимается стримингом, как запускать трансляции, подключать. Если нет, то я сделаю тогда отдельное видео. И как бы можем, ну, вот я на примере сейчас покажу начать запись. И как будет все это выглядеть. Например, запущу какую-то игру. Да, то есть у нас получается и микрофон захватывается, и изображение отсюда идет. Вот оно, да? Вот изображение. Так, фокусируемся. Ну, вот такой небольшой лайфхак. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч на новом видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok